царство всевышнего подобно хозяину который рано утром вышел нанять людей на работу в своем винограднике он договорился с ними что заплатит им по одной серебряной монете за день работы и послал их в свой виноградник в 9 часов утра он опять вышел и увидел что на площади еще стоят люди без работы он говорит им идите и вы работать в мой виноградник и я заплачу вам по справедливости те пошли в полдень и в три часа дня он опять выходил и делал то же самое потом он вышел в 5 часов и вновь нашел на площади стоящих людей что вы тут стоите весь день без дела спросил он их никто нас не нанял ответили те идите и вы работать в мой виноградник говорит им хозяин когда наступил вечер хозяин сказал своему управляющему позови всех работников и выдай им плату начни с тех которые были наняты последними и в конце рассчитайся с теми кто нанят утром работники которых наняли в шестом часу пришли и каждый из них получил по серебряной монете когда подошла очередь работников нанятых первыми они ожидали что получат больше но каждый из них тоже получил по серебряной монете когда с ними расплатились они стали роптать на хозяина те кого ты нанял последними работали всего один час и ты заплатил им столько же сколько и нам а мы трудились в такую жару весь день хозяин ответил одному из них друг я же не обманываю тебя разве ты не согласился работать за одну серебряную монету так возьми свою плату и иди а я хочу заплатить тем кого я нанял последними столько же сколько и тебе не вправе ли я распоряжаться своими деньгами так как хочу или может моя щедрость вызывает в тебе зависть так вот последние будут первыми и первые последними по дороге в иерусалим иса отвел 12 учеников в сторону и сказал им вот мы идем в иерусалим там главным священнослужителем и учителем закона выдадут того кто был неспослан как человек они приговорят его к смерти и отдадут язычникам наглумление бичевание и распятие но на третий день он воскреснет тогда к исе подошла мать сыновей завдая вместе с сыновьями кланяясь она обратилась к нему с просьбой что ты хочешь спросил он ее она сказала вели чтобы в твоем царстве один мой сын сел по правую а другой по левую руку от тебя вы не знаете о чем просите ответил иса можете ли вы пить ту чашу страдания которую я буду пить можем ответили они иса говорит им пить из моей чаши вы будете но кому сидеть по правую и кому по левую руку от меня решаю не я эти места принадлежат тем кому они назначены моим отцом когда остальные 10 учеников услышали это они рассердились на братьев иса же подозвал их и сказал вы знаете что правители этого мира господствуют над своими народами и знать владеет людьми у вас пусть будет не так наоборот кто хочет стать среди вас самым великим должен быть вам слугой и кто хочет быть среди вас первым должен быть вам рабом ведь и я тот кто был неспослан как человек пришел не для того чтобы мне служили но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих когда иса и ученики покидали ерихон за ними шло множество людей у дороги сидели двое слепых которые услышав что мимо идет иса стали кричать повелитель сын давуда жалься над нами люди стали говорить им чтобы они замолчали но те кричали еще громче повелитель сын давуда жалься над нами иса остановился и позвал их что вы хотите чтобы я сделал для вас спросил он повелитель хотим видеть ответили те и се стала их жаль и он прикоснулся к их глаза к слепым сразу же вернулось зрение и они пошли за ним вот вот и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»